Давайте начинать. Меня слышно? Раз, раз, раз. Спасибо. Итак, меня зовут Алексей. Я технический специалист по продуктам заземления компании МАК. Я буду сегодняшним лектором и расскажу вам о том, что такое заземление и как его сделать. Видеопотока не будет, не нашел видеокамеру, поэтому только голос и фотография. Вебинар будет состоять из трех частей. Первая часть теоретическая о том, что это за явление, чем оно характеризуется, для чего нужно заземление. Вторая часть я расскажу о том, какие традиционные способы строительства заземляющих устройств существуют, какие способы применялись сто лет назад и по сей день применяются. И в третьей части о современных технологиях, которые используются при строительстве заземляющих устройств в наше время, последние буквально пару десятков лет. Первая теоретическая часть условно будет разделена на три раздела. Это основные термины определения, которые используются специалистами. я расскажу о них для того, чтобы вы лучше понимали, что я говорю о всех остальных частях. Отдельно расскажу о назначении заземления, для чего оно нужно, каких видов оно бывает, для чего вообще его используют. И в третьей части это небольшой рассказик о том, чем определяется качество заземления, почему говорят, что есть хорошее заземление, а почему вот чье-то заземление плохое. Чем это определяется, с чем это связано. И, собственно, начнем. О терминах. Собственно, заземление – это некий способ, некое явление, действие, которое является прямым электрическим контактом элемента электросети либо электрооборудования с землей, с грунтом, с тем, что находится под ногами. Это делается для разных целей, расскажу чуть попозже, но само это явление как раз является прямым контактом электрического оборудования с грунтом. Для заземления используется некое устройство, которое называется заземляющим, состоящее из двух основных частей. Это то, что находится в непосредственном контакте с грунтом, то есть то, что находится в грунте, и заземляющий проводник, который соединяет конструкцию в грунте с объектом либо с оборудованием, со столбом, например, электросети. Вот то, что находится в грунте, называется заземлителем. То есть это один, либо несколько металлических частей, которые погружены в грунт, в основном это вертикальные электроды, соединенные между собой и использующиеся для заземления. Составная часть такого заземлителя называется заземляющим электродом. То есть электрод это металлическое что-то, что контактирует с рабочей средой. В данном случае рабочая среда это грунт, это что-то, это металлический электрод. Он может быть любого вида, в упрощенном варианте это либо металлический штырь, либо уголок, тот, который, просто металлический профиль. Может быть, это труба какая-то, может быть, и конструкция разнообразных форм. Например, ведро, которое положили в землю, закопали и соединили проводом с электрощиткой, тоже будет электрическим, заземляющим электродом. Это тоже нечто помещенное в рабочую среду. Вот эти основные термины, которые используются в нормативной документации не только в России, но и в других странах. Есть еще термин бытовой, который используется в простой речи. Это контур заземления. Это заземлитель, то есть группа электродов заземляющих, которая размещена вокруг объекта. То есть разместив электроды по периметру здания, по его контуру, мы получим некую конфигурацию, заземлителя, которая в простом языке называется контур заземления. То есть когда говорят контур заземления из одного электрода, это не совсем верно, потому что один электрод нельзя разместить вокруг объекта. Это скорее правильно говорить заземлитель. Но контур заземления живет в речи и просто нужно понимать о чем идет речь. О терминах все. Здесь не буду грузить, поэтому все достаточно просто. Для чего нужно заземление? Заземление делится на две основных группы по целям его использования. Заземление бывает рабочим, функциональным и защитным. Рабочее заземление самый простой пример это немножко так в сторону в Великую Отечественную войну связисты использовали телефонные аппараты упрощенной конструкции трубка и провод и в качестве проводов использовались как два провода то что необходимо для электрической цепи всегда двухпроводная схема либо один провод это делалось для экономии и для надежности то есть когда тянулось два провода если один обрывался то второй в общем так вот вторым проводом при однопроводной схеме являлась земля то есть сигнал проходил по проводу а возвращался то есть создавалась электрическая цепь уже через землю то есть земля была вторым проводником проводником плохим дальность связи была не больше километра но это работало то есть во время войны это было весьма таким хорошим простым вариантом и вторая второй вид назначения заземления это защитное вот здесь я подробно все расскажу вот самый простой вариант защитного заземления это молния защита то есть защитное заземление значит защищает от чего-то вот в случае молния защиты заземление защищает от ударов молнии но это не совсем верно поподробнее. Молния это разряд, электрический между облаком и землей. То есть в воздухе, который сам по себе является диэлектриком, возникает настолько сильная напряженность между облаком и землей, что эта среда, этот диэлектрик пробивает. Пробивает в кавычках, это такой термин электронщиков-электриков. То есть возникает разряд газовый с очень большими токами и напряжением. Молния бьет в дерево или в какое-то строение по той причине, что она всегда идет самым легким путем. Если предложить два варианта молнии пойти в воздух, который является диэлектриком, например, метров слой воздуха и предложить ей дерево, которое мокрое, кора которого неплохо проводит ток, то молния всегда выберет дерево. Проще всего пройти до земли, куда она стремится, через более проводящую среду. Вот дом для нее тоже проводящая среда, поэтому и бьет молния в самое высокое дерево, в самый высокий дом. Чаще всего. Вот молния защита это то, что делается с внешней стороны дома, то есть делаются металлические штыри, которые выше, чем дерево, выше, чем дом, для того, чтобы стать привлекательной для молнии. И молния, ударив в этот металлический штырь, в эту конструкцию, уходит вниз, минуя самостроение, то есть по его внешней части. А дальше молнию нужно куда-то деть. То есть вот как раз здесь вступает в роль заземления, оно выполняет роль неким элементом, который рассеивает вот эти большие токи молниевые по грунту. Это вот первая защитная роль заземления. То есть оно выполнено для того, чтобы защищать от молниевых токов с внешней стороны дома. Второй момент это внутренняя молния защита. То есть заземление, но вернее не так, молния сама по себе вызывает очень сильную электромагнитную волну. Возникает большое поле сильное, которое наводит заряд на любом проводнике, находящемся внутри этого дома, около которого прошла молния. Ну, прежде всего примером привести так, то есть антенный провод, который идет от антенны, находящейся на крыше, до телевизора, вот на его, на этом проводе, на его экране будет наведен некий заряд, удаленно, только полем, который будет иметь напряжение, потенциал на телевизоре порядка тысячи или больше вольт. То есть, телевизоры сгорают в грозу не из-за прямых ударов молнии, а из-за того, что наводится некий заряд электромагнитной волной с большим напряжением. Вот. И для защиты от таких вот повреждений используется некий прибор, относящийся к классов внутренней молнии защиты. Устроенные достаточно просто. Это бочонок, ну пусть он будет стеклянный, у которого два электрода, внутри которого закачан газ. Характеристики газа таковы, чтобы разряд в нем, то есть, не такая микромолния, а зажигалась при каком-то определенном напряжении. То есть, если вспомнить тот же телевизор, который убивает антенна, то, ну представим, что телевизор может выдержать, ну пусть будет 100 вольт. Вот у него есть запас по прочности элементов до 100 вольт. Вот после 100 вольт он выйдет из строя. Так вот, между антенной, антенной проводом и самим телевизором ставится вот такой вот бочонок, приборчик, в котором разряд зажигается, ну скажем так, при 70 вольт. То есть, для телевизора это еще безопасно, разряд зажигается и становится этот приборчик становится проводником для вредного тока. Вот вредный ток, проходя через прибор, должен куда-то уйти. Вот тут опять вступает роль заземления. То есть, заземление выступает некой точкой, в которую ток может уйти, вредный ток, который накопился. И одновременно эта же земля является нейтральной точкой, то есть, некой общей точкой, относительно которой этот заряд зажгется. Ну, немножко сложновато, но вот это второй тип защитного заземления, то есть, для внутренней молниезащиты. И самый простой пример для всех это защита электрооборудования. То есть, при аварийных ситуациях никак не связанных с молнией, просто у нас все питается от 220 вольта, 380 где-то, а для защиты электрооборудования и человека, который эксплуатирует это оборудование, тоже используется заземление. То есть, заземляются шкафы, стойки и бытовые электроприборы. Самый простой пример стиральная машина, а ее корпус заземлен. Для чего? При аварийной ситуации, когда фаза 220 вольт попадает на корпус, например, при разрушении нагревательного элемента в стиральной машине, на корпусе оказывается 220 вольт. Если коснуться одной рукой корпуса, а другой, например, трубы водоснабжения, которая чаще всего имеет какое-то другое напряжение, другой потенциал, то вот человек ударит током. Если же этот корпус заземлить, то при возникновении аварийной ситуации возникнет какая-то электрическая цепь, то есть пойдет ток на землю, и вот уже этот ток, который будет считаться вредным, должны уловить защитные автоматы, устройства, стоящие в подъезде, либо в доме, и должны отключить электросеть. В таком случае человек будет в безопасности, он может даже не заметить, что все отключилось, потому что все уже давно выключилось. И о качестве заземления. Все, конечно, здорово, когда все это будет работать. Чтобы сработали, чтобы защитное заземление сработало так, как мы хотим, как мы ожидаем, чтобы оно сработало, оно должно иметь определенные характеристики. Самой важной характеристикой заземления является сопротивление заземления. То есть это сопротивление растеканию тока. Как сильно будет сопротивляться заземляющее устройство и грунт тому току, который мы в него пошлем. То есть, например, молниевый ток. Мы в него, в это заземление посылаем ток около 50 тысяч ампер и грунт и само устройство должно его выдержать и как-то впитать в себя. То есть, грунт должен впитать в себя этот ток и безопасно распределить его. Вот сопротивление заземления, это основная величина, измеряется она в Омах. То есть, Ом, это по фамилии немецкого физика Георга Ома. Он занимался в XIX веке исследованием электропроводимости различных материалов. Он придумал известный закон Ома, который определяет отношения между напряжением, током и сопротивлением. Сопротивление заземления измеряется, как и любое другое сопротивление в Омах и обозначается буквой R, по английскому слову resistance, сопротивление. Опять же, сопротивление заземления выражается в виде очень простой формулы. Это отношение сопротивления грунта к площади электрического контакта заземлителя металлического заземляющего устройства с этим грунтом. Дельное сопротивление грунта, то есть сопротивление грунта, это величина конечная, она у каждого грунта своя, но она почти не изменяется со временем, она может уменьшиться от влажности, то есть влажный грунт лучше проводит ток, оно может увеличиться от замерзания, например, когда грунт замерзнет зимой, он плохо будет проводить ток, сопротивление грунта зависит от его плотности, от количества ионов в этом грунте, которые участвуют в переносе заряда в электрическом токе, в общем, это величина, которая, скажем так, почти зафиксирована, то есть грунт всегда имеет какое-то конечное сопротивление. В формулах оно никак не описывается, это просто табличная величина. Чем больше сопротивление грунта, тем больше сопротивление заземления, то есть тем больше сопротивляется среда растеканию тока, который мы хотим в этот грунт как-то внедрить. Прямая зависимость. И, соответственно, чем меньше сопротивление грунта, тем меньше сопротивление заземления. Идеальный проводник морская вода соленая, если представить грунтом в кавычках, то есть у него очень низкое сопротивление, соответственно, металлический заземляющий электрод, помещенный в морскую воду, будет иметь почти нулевое сопротивление заземления. Это идеальная среда. И площадь электрического контакта заземлителя с грунтом обратно пропорционально, чем больше площадь контакта, тем ниже сопротивление, и наоборот, чем меньше площадь контакта, тем больше сопротивление. Описать это примером, далеким от электричества, можно просто. человек, который пойдет по зимнему лесу, обязательно провалится. Площадь контакта, площадь соприкосновения обуви со снегом, соответственно, снег сразу же продавливается. То есть, пройти по снегу очень тяжело. Грунт, снег не хочет, чтобы по нему ходили. Если же одеть лыжи, которые имеют очень большую площадь контакта со снегом, то можно спокойно пройти по снегу. Чем больше площадь, тем легче идти. Вот примерно так же и в заземлении. Чем больше площадь соприкосновения, площадь контакта с электродов с грунтом, тем легче будет растекаться ток. При использовании нескольких электродов, вот сделали мы три электрода, например, то их площадь будет просто суммироваться обычным арифметическим способом. Если один электрод у нас даст одну площадь, то три таких электрода просто дадут тройную площадь. По сопротивлению примерно так. Идеальная величина сопротивления это 0 Ом. То есть в переводе на обычный русский язык это значит, что идеальным сопротивлением заземления считается нулевая величина. То есть когда мы подаем вредный ток на заземление, то сопротивление растеканию должно быть равно нулю. То есть весь ток разойдется без каких-либо усилий. Но идеальных ситуаций у нас не бывает. И электроды все-таки из реального мира, они имеют какое-то свое сопротивление, какие-то характеристики. То скажем так, люди, специалисты договорились, что они будут строить свои электроприборы, сети, будут проектировать, как-то строить заземляющие устройства, исходя из каких-то величин. То есть они договорились, что давайте остановимся на сталькита омах и относительно этой величины будем придумывать свои железки. Например, 10 ом это величина, от которой отталкивается проектировщик внутренней мощности. То есть вот этого разрядника, этого бочонка, он высчитывает газовый состав смеси, расстояние между электродами внутри этого защитного устройства, исходя из понимания, что у него это устройство будет подключено на заземление с сопротивлением не более 10 ом. То есть если это сопротивление будет больше, значит устройство будет работать уже некорректно. Оно может просто не сработать в нужный момент. Вот если же меньше, тогда ничего страшного. То есть заземление чем меньше, тем лучше. Даже если будет многократно, запас он не лишний. А например подстанции электрические мощностью 110 кВт, то есть это очень большие районного городского масштаба подстанции, там токи большие, ответственность большая, оборудование достаточно сложное, и там договорились все, что сопротивление заземления будет 0,5 ом, пол ома. Это очень маленькая величина и очень трудно сделать, но они так договорились, вот так они живут. Поэтому при строительстве подстанции всегда выполняется заземляющее устройство, имеющее пол ома, вне зависимости от того, где, в каком месте, на каком грунте подстанция будет стоять. То есть разместить подстанцию на морской воде, которая почти идеальный грунт, значит электродов будет мало, заземление получить легко. А если подстанция будет стоять на песке, который сам по себе является диэлектриком, и в таком грунте очень трудно получить низкое сопротивление, то тут будут трудности большие. И проектировщики, когда размышляют, каким же должно быть заземление, они руководствуются обычно типовыми конструкциями, то есть самые простонародные, многие могут знать, в частных домах строится треугольник из металлических уголков. Это типовая конструкция, она простая и описывается какой-то формулой. Какой бы сложной формула не была, какую бы сложную формулу не использовал проектировщик или инженер, она все равно сводится к простому первоначальному варианту. Это отношение сопротивления грунта к площади контакта. Вот в общем-то по теории наверное и все. Если есть вопросы, то можно и задать в чате. Я подожду. Продолжение следует... Татьяна, это технический вопрос. Мы его лучше потом можем обсудить. Напишите лучше электронным письмом на адрес, потому что сейчас в эфире отвечать на такой вопрос будет тяжеловато и не всем интересно. Сейчас я адрес вам напишу. Да, несколько объектов можно подсоединить к одному заземляющему устройству, к одному заземлителю. Если они расположены недалеко друг от друга и если нет особых требований к заземлению этих объектов. То есть если это обычные жилые дома, коттеджи, то их можно подсоединить к одному заземляющему устройству, если расстояние не превышает метров двадцать. Потому что в противном случае лучше дополнить каждый объект своим заземляющим устройством. Заземление в частных домах это вопрос безопасности и если что-то случится с проводником от заземлителя до конкретного объекта, то этот объект окажется без защиты. Лучше это продублировать около самого дома. Оторвать такой провод будет просто по вероятности меньше шансов, чем длинный проводник. Больше вопросов нет, пойдем дальше. Вторая часть это как строится строилось, как строится и наверное как будет строиться заземление на всей нашей планете. То есть способы простые и эффективные и используются в любой стране. Есть два способа наиболее распространенных, то есть их на самом деле больше, но 90% наверное всех заземляющих устройств выполняются двумя способами. это либо несколько коротких электродов, так называемых уголков, в кавычках, не обязательно уголок, это может быть круглая арматура, которые забиваются кувалдой в землю. То есть уголок и кувалда. Второй способ это глубинный электрод, то есть метров так на 30, на 40 глубиной, который получил название обсадная труба. по техническому типу, то есть это труба, которая обсаживается вниз. Уголок кувалда способ самый простой, использовал его еще Франклин, американский ученый, который изобрел, как считается, молниеприемник. То есть молниеприемник у него представлял обычную обычную штырь металлический в небо, который принимал на себя молнию, а его заземлитель был тот же самый металлический штырь, который он заглубил в землю. Просто забил молотком в грунт. Вот это самый простой электрод и для понимания, и для его строительства. небольшой по глубине, потому что при монтаже молотком силы монтажника ограничены, то есть он не сможет поднять большой молоток, большую кувалду, и не сможет преодолеть силу трения, которая обязательно возникнет между штырем, этим электродом и грунтом. То есть практика показывает, что 2-3 метра забить еще более-менее реально, а вот дальше уже нет. И то не в каждом грунте, то есть если взять среднестатистический грунт, глина-суглина, то вот на 2-3 метра стальной уголок или арматуру, штырь забить можно. Дальше уже нет, сил не хватит. Для того, чтобы добиться именно необходимого сопротивления заземления, есть только один способ, это увеличить площадь контакта путем увеличения количества электродов. То есть делается несколько электродов, забивается несколько уголков вокруг дома, либо с одной стороны дома, либо в линии куда-то в сторону, либо вот упомянутый треугольник в виде трех электродов. То есть это все будет заземляющим устройством с какой-то эффективностью, но вот если рассчитывать исходя из сопротивления, то есть исходя из того качества, которое мы хотим получить от заземления, то необходимо много электродов. Начиная от 6, наверное, что-то получится. И еще раз повторюсь, количество связано не с желаниями, а просто с тем, что получить необходимую площадь контакта электрода с грунтом при ограничении его глубины невозможно. Нужно сделать несколько электродов, сложится их площадь контакта и получится то, что нужно. У такого способа есть особенности. первая особенность это уход параметров в сторону, увеличение сопротивления заземления в зимний период. Грунт замерзший очень сильно увеличивает сопротивление, потому что влага, раствор электролита, который участвует в переносе заряда, то есть в передаче тока, он замерзает. Соответственно, резко снижается подвижность ионов и грунт увеличить свое дельное сопротивление до 10 раз. То есть сопротивление заземления может увеличиться до 10 раз в зимний период. То есть у нас вроде было 30 Ом и 10 Ом достаточных для безопасности, а тут стало 100 Ом. Уже никакой безопасности ничего и никакой речи быть не может. Для компенсации этого явления необходимо дополнять свое заземление дополнительными электродами. Мы вроде сделали 6 электродов. Так вот для компенсации зимнего увеличения сопротивления нужно еще штучки 4 забить. Получается еще больше электродов, еще больше площадь всего этого устройства. А второе явление, которое встречается при множестве электродов небольших и больших, это то, что для работы электрода необходима площадь грунта, какой-то объем грунта. он не может работать в ограниченном объеме. Ему нужно от среды взять что-то весьма объемное, вот в этой среде он распределит ток. Ток распределится в каком-то известном объеме. Вот если эти объемы начинают пересекаться, то есть электроды расположены рядом друг с другом, то их суммарная эффективность начинает уменьшаться. то есть вместо того, чтобы получить необходимое сопротивление заземления, мы получим большую величину, худшую, из-за того, что в сумме смонтированные электроды и сплантированные уголки начинают влиять друг на друга негативно. И для компенсации этого эффекта необходимо опять же увеличивать количество электродов и получается немного замкнутый круг. То есть мы увеличиваем количество электродов для того, чтобы компенсировать их увеличение. как бы это ни было, но явление такое. Есть второй способ удалить электроды друг от друга еще дальше, но это уже экономический аспект, то есть экономический и ограничение по площади еще может быть. Во-первых, это дорого, во-вторых, у нас и площадь может не позволить. Вот в том же, если брать тот же дом или подстанцию, это же земля, которая ограничена. Мы не можем весь участок занять только за земляющим устройством. Это будет неинтересно. Не для этого покупалось. У такого способа есть ряд достоинств, ряд недостатков. О них я хотел бы обязательно рассказать. Из достоинств это простота, то есть это понятно, это доступно, понятно, что делать и как это сделать. Еще один большой плюс это доступность дешевизна материалов. Либо это остатки строительных материалов от строительства самого дома объекта, либо это металлобаза, которая продает почти в любом количестве и уголки, и трубы, и арматуры, все что угодно. При этом стоит это очень дешево. Стальной уголок порядка 70 рублей за метр. Это очень дешевый материал. Вот на этом достоинство заканчивается, и дальше идут недостатки, а их достаточно много. На мой взгляд, самый большой недостаток это небольшой срок службы электродов, потому что обычная черная сталь, дешевая и доступная, она в грунте быстро корродирует, окисляется и превращается в ржу, то есть заржавевший металл. Конструкция разрушается и перестает работать. Можно увеличить размеры электродов, линейные размеры, то есть например увеличить диаметр арматуры, но это ведет за собой трудности монтажа, то есть если забить тонкую арматуру легко, то забить толстую арматуру или толстый уголок уже трудно. И вместо максимальных трех метров, куда еще можно кувалдой забить, получится уже и два метра, а то и один метр. Получается такой противовес, что вроде бы хотелось бы большой срок службы, но нельзя. То есть человек ограничен в своих силах. Второй недостаток это наверное высокая стоимость доставки материалов на объект. Сам-то материал дешевый, а продается он в отрезках какой-то величины. Допустим трехметровый уголок нужно везти. Это грузовая машина в самом простом варианте газелька. Но ее нужно где-то взять и привезти материал. Либо это будет промышленный объект, находящийся где-то вдалеке от металлобаза, либо это будет обычный частный дом или дача. Это тоже нужно как-то его доставить. Еще из недостатков я считаю это большой объем физического труда. Кувалдой нужно махать, ни один электрод нужно забить, нужно все это копать и как-то еще закапывать. В эпоху гастарбайтеров это может быть и небольшой проблемой, но если их нет рядом, либо объект промышленный где их найти трудно будет, то недостаток. И необходима сварка. Черные металлы в земле нужно соединять только сваркой, потому что болты в силу своих особенностей резьбы и острых граней очень быстро ржавеют. Если сама конструкция будет еще более-менее оживая, то болты могут заржаветь за 2-3 года. Бегать и их постоянно обновлять это не очень хорошо. В общем вот такие недостатки. Если уж так совсем глубоко копнуть, то в каменистом грунте монтаж невозможен. нельзя забить железку в камень или в скалу. Ни руками, ни как-то иначе. И в конце уже этого способа по цифрам немножко, чтобы они были. Если взять для примера 10 электродов по 3 метра, уголки 50-мм 50-мм суглинки, они обеспечат сопротивление почти 3 Ома. Чтобы вот так представлять, то 10 уголков дадут 3 Ома. Стоить они будут дешево, но стоимость я не включил доставку. Доставку, сварочник, его покупку, либо оплата труда какого-то там соседа. В общем, стоимость примерно материалов и работ будет стоить 6 тысяч. Второй традиционный способ это обсадная труба. Способ интересен тем, что можно достигнуть больших глубин, то есть не нужно махать куалдой, потому что вся конструкция представляет собой скважину в земле, отверстие в земле, которое делается специализированной машиной в это отверстие уже погружается труба, контактирующая с грунтом. То есть трудов физических здесь минимум, все делает машина, поэтому и большая глубина, метров до 100 можно достигнуть, ну пусть будет 30 метров, и каменистый грунт уже не помеха, его можно просверлить, и размер материалов можно использовать почти любой, с ограничением техники, то есть можно спокойно заглубить в землю 100-200 миллиметровую трубу, которая также будет положительно влиять на площадь контакта вот этого электрода с грунтом, то есть площадь контакта будет больше. Ну у этого способа есть стоит отметить одну особенность, это то, что с увеличением глубины электрода уменьшение сопротивления происходит не линейно. Первые пять метров электрода, каждый метр уменьшения будет идти, пусть будет на 5 ом, то есть каждый метр электрода в земле дает 5 ом, то есть чем глубже, вот он уменьшается, но затем происходит уменьшение вот этой дельты, прирост уменьшения сопротивления и фактически электрод 30 и 35 метров их сопротивление заземления будет отличаться на доли ома, то есть чем глубже забиваем, тем фактически почти стоим на месте. Но здесь есть одна особенность связанная с реальностью грунта, то есть грунт это не линейная среда, то есть это не однообразный некий сферический конь вакууме, это глина, это слои песка, слои водоносные и более плотные, то есть в 70% случаях из практики на глубине больше 10 метров встречаются грунтовые воды, это значит, что грунт в этом месте примерно до 5 метров будет сильно увлажнен, сильно увлажненный грунт будет иметь очень низкое сопротивление и это значит, что электрод размещенный в таком грунте будет иметь очень низкое сопротивление заземления. Соответственно, чем глубже мы уходим, тем меньше сопротивление заземления мы получаем. Это вот расхождение уже теории и практики из-за многослойности и неоднообразности грунта. Можно, конечно, и негативный пример получить, что не будет у нас воды, но в большинстве случаев все работает именно так, как в большинстве случаев уменьшается сопротивление с глубиной. из достоинств такого способа стоит отметить отсутствие физического труда, то есть не нужно махать кувалдой, высокую эффективность и компактность. То есть это значит, что мы получаем низкое сопротивление заземления на компактной площади. мы не городим кучу уголков размерами 10 на 10 метров, а это всего лишь некий пятачок земли, на котором расположен один-единственный электрод. То есть городская застройка это весьма актуально. И еще одно достоинство это сезонная независимость. То есть зимой грунт также промерзает, но на фоне 30 метров электрода двухметровый слой грунта, который замерз и увеличил свое сопротивление, он почти не влияет на итог. То есть изменения сезонные буквально на 5%. Поэтому можно сказать, что независимо. Независит сопротивление. А вот из недостатков здесь один большой недостаток это стоимость. На данный момент по Москве по Московской области метр обсадной трубы стоит от 2 до 3 тысяч рублей. По регионам от полутора до двух тысяч. То есть в среднем 2000 рублей за метр 30-ти метровый электрод обойдется в 60 тысяч рублей. Вот это материалы и работы, но эта сумма очень большая. По сравнению с 6 тысячами за уголок это существенно. В примере один электрод на 30 метров пусть он будет в два раза шире по диаметру чем уголок обеспечивает от 4 ом до 2 в среднем 3 ома обеспечивает. То есть результат похожий на результат уголка но в уголке это 10 электродов а труба она одна. То есть очень компактно быстро но вопрос в цене. Ну вот на этой части у меня все. Если есть вопросы также в чате готов услышать. в чате до 1 ом до 1 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не каждая буровая установка может поднять тяжелую трубу. Заземлять фундамент... Не понял вопроса. Скорее нужно заземлять на фундамент, если он это позволяет. То есть нужно использовать естественные заземлители в частных домах, на любых других объектах. И если в фундаменте находится арматура, то желательно ее... Рекомендуется ее именно использовать в качестве заземления. Арматура не будет иметь прямого контакта с грунтом, то есть через бетон будет иметь. Но за счет большой площади получится весьма неплохой результат. А вот заземлять фундамент специально не нужно. Нужно заземлять электрооборудование. Ну ладно, если вопросов нет... Последняя, третья часть. Я думаю, за 15 минут вполне управимся. Современные способы, современные технологии. Их можно... Их достаточно много, но придумано. Но их можно разделить на две основные группы. Это... Я назвал модульное заземление и электронетическое заземление. Хотя это название достаточно маркетинговое, простое. Можно, если точно их обозвать, то это будет модульная штыревая конструкция для строительства заземляющего устройства. Более просто это модульное заземление. То есть модульное заземляющее устройство. Вот с него я и начну. Если вспомнить два традиционных способа из второй части. Взять их достоинства, но убрать недостатки. То образуется некая группа хотелок. То есть хочется от новых технологий иметь что-то такое, что было бы в разы лучше, чем старое. И вот на мой взгляд, я бы хотел следующее. Чтобы устройство технология была простая, сама по себе была простая. Можно было ее взять и смонтировать не специалисту. Просто взять и сделать. Не разбираясь особо там в подробностях. То, что должно иметь высокую эффективность, должно быть компактным. Потому что мы теперь живем в эпоху капитализма. Земля чья-то не дается бесплатно. То есть земля ограничена. Особенно это в городской застройке, где даже чтобы раздолбить асфальт на тротуаре, необходимо получить много разрешений от муниципалитета. Потом заделать обратно, получить еще один документ. Ну, в общем, лучше, чтобы это занимало маленькую площадь. Хочется, чтобы погода никак не влияла. Погода и сезонность никак не влияла на качество заземления. Чтобы она была все время однообразна. Хочется убрать все лишние какие-то техники. Технику какую-то лишь. То есть буровая установка это весьма масштабная штука, дорогая. Хочется ее убрать. Хочется убрать сварку. То есть сварочный аппарат это не просто некая железка. Это еще и навыки от человека. То есть он должен уметь варить. Он должен знать, что это такое. И качественно это делать. Хочется убрать кувалду. Потому что это тяжело. И необходимо быть физически сильным. Даже если ты физически сильный, ты устанешь через день. То есть как-то в 21 веке хотелось бы, наверное, в тренажерном зале заниматься, а не махать кувалдой в поле. И парадоксальное желание. Хочется иметь большую длину, глубину электрода. Чтобы получать высокую эффективность. То есть повторить достоинство буровой установки, вот этой обсадной трубы. И одновременно хочется иметь маленькую длину электрода. Потому что если машина еще справится с 10-метровой трубой какой-то, то представить человека без машины, но даже с 3-метровыми уголками, начинать их забивать можно только со стремянки. То есть это 3-метровая палка, торчащая от земли, нужно забраться на какую-то конструкцию, на лестницу, и начать забивать ее постепенно в грунт. Когда вот уже будет метр над уровнем грунта, тогда можно слезть с лестницы и уже ногами на земле стоять. Тут два парадоксальных желания. Хочется, чтобы это все работало очень долго. Чтобы не восстанавливать занимающие устройства через 10-15 лет, когда оно згниет, а чтобы оно работало, ну пусть на века будет стоять. Вот один век пусть стоит. Это, кстати, особенно актуально для удаленных районов, где-то вдалеке от жизни, на севере страны нашей, на Дальнем Востоке. Объекты иногда бывают удалены от какого-либо населенного пункта на 500-300 километров. То есть ездить, летать на вертолете на объект за 300 километров, чтобы отремонтировать заземление, ну, в общем, как-то не очень. И хочется сохранить дешевизну материалов. То есть чтобы эти материалы не стоили космических денег, и чтобы цена занимающего устройства оставалась доступной. как для организации, так и для частных лиц. Вот у первых пяти пунктов такую технологию, в общем-то, удалось сделать. Я забежал вперед в названии. То есть модульная конструкция, которая сочетает в себе группу модулей, группу штырей. Каждый штырь – это модуль. Вот штырь, металлический штырь, полутораметровый. То есть он короткий, он удобный для монтажа, перевозки, хранения и прочего. То есть он короткий. Его можно взять в руки, он легкий, не надо надрываться. Его легко забить в грунт. Дальше, соединяя штыри между собой, можно получить глубинный, глубокий электрод. До 40 метров, пусть будет до 40 метров. То есть потихоньку наращивая, монтируя, можно получить глубокий электрод. Одновременно каждая его составляющая будет небольшой. Все стало, значит, и просто, удобно, и в то же время мы получим эффективное устройство. У такого устройства появилось свойство не то чтобы компактности, а суперкомпактности. То есть смонтировать модульную конструкцию можно даже в подвале дома. То есть главное, чтобы было между штырю, ну то есть стаб от локаж, чтобы было около двух метров, чтобы было где размахнуться инструментом. Вот о чем немножко впереди. Кроме того, мы получили сезонную независимость, потому что все свойства обсадной трубы налицо, то есть электрод глубокий. И сам электрод имеет небольшие линейные размеры, поперечные, то есть он, сам штырь не очень широкий. То есть его легко забивать грудь, он протыкает его. Кувалду заменили на отбойный электрический молоток, самый обычный, который продается во всех магазинах электроинструментов, которые есть у множества профессиональных монтажников, отделочников. Им разрушаются стены, асфальт, бетон, в общем, все подряд, просто ударный инструмент. Вот с помощью него можно смонтировать эти штыри на необходимую глубину. То есть у него хватает и энергии удара, и хватает частоты удара. 25 раз в секунду он бьет, в общем-то этого вполне достаточно. На 30-метровый электрод, даже в плотном грунте, уходит 3-4 часа. При этом монтажнику не нужно быть каким-то закаленным таким бойцом. Отбойный молоток нужно просто держать. Не на весу причем, а просто держать его ровно, чтобы он не падал, не отклонялся. Просто держать его и все. Он сам будет выполнять свою работу. Стало просто и легко. Сварка не используется. То есть сварочный аппарат не нужен. Штыри соединяются между собой специальным способом. А провод прикрепляется к штырю, к электроду через зажим. То есть нормальный болтовой зажим. А чтобы он не ржавел, он делается из нержавеющей стали. То есть это не очень дорого. В то же время обеспечивает простоту и долгий срок жизни. По соединению электродов есть три способа по соединению между собой при заглублении. Первый способ это так называемый шип и отверстия. То есть в одной стороне штыря делается глухое отверстие, а другая сторона штыря немножко заостряется. А при монтаже второй штырь, получается верхний, вставляется в нижний первый. И соединение запрессовывается. Способ достаточно надежный, если выдерживать размеры, толщину стенок у глухого отверстия. Потому что если толщина стенок будет небольшая, то может распилеть и соединение будет ненадежным. Если же это выдержано, то есть соблюдено, рассчитано, то весьма неплохой результат. Второй способ это шпилька используется, глухое отверстие штифт, шпилька. То есть она вставляется внутрь штырей, с обоих сторон штыря и есть глухое отверстие. То есть способ вроде бы неплохой, но практика показала, что два слабых места, то есть толщина стенок нужно соблюдать. И самое главное, нужно соблюдать достаточно жесткие требования к размерам, точностью размеров. Если шпилька будет чуть больше диаметром или чуть меньшим, соединение будет либо ненадежным, либо разбираться будет легко, прямо болтаться будет, либо наоборот его разопрет и ничего хорошего не будет. Третий способ это резьбовое соединение. На штырях делается резьба на обоих концах. Они закручиваются во время монтажа в некий цилиндр, то есть кусок трубы, внутри которого нанесена та же самая резьба. Ее можно назвать муфтой, то есть это некая муфта резьбовая. Штыри вкручиваются и также забиваются друг за другом в землю. Вот практика показала, что самыми надежными является третий способ. Он и простой, и надежный. И первый. Первый, если соблюдается надежность стенки в глухом отверстии. Если стенка толстая, то все нормально. Вот так. Ну, значит, возвращаясь к хотелкам. Первую часть мы выполнили, вторая часть про срок службы. Вот, хочется и срок службы большой, и стоимость материала хочется небольшую. Ну, вот коррозии в грунте всегда умели. Используется два основных типа покрытия. То есть делается металлическое покрытие из другого металла. Используется либо цинк, либо медь. Где-то встречалось упоминание нержавеющей стали, но технология производства такого покрытия очень дорогая, поэтому его чаще всего не используют. По-подробнее о каждом. В паре цинк-железо, то есть железо покрытое цинком, цинк является донором. То есть при электрохимических или химических реакциях цинк защищает железо собой. То есть он начинает ржаветь. То есть железо остается нетронутым, цинк начинает окисляться. То есть не ржаветь, а окисляться. То есть он начинает исчезать. И антикоррозийные свойства такого покрытия определяются только количеством цинка, нанесенного на стальной электрод. Достоинства такого способа то, что, во-первых, цинк дешевый сам по себе. Во-вторых, очень налажено, широко распространено производство оцинкованных деталей, оцинкованного металла. Все отбойники дорожные делаются из оцинкованной стали. Даже оцинкованное ведро в хозяйстве. То есть это производство, чуть ли не в каждом крупном городе есть. Но с этим же связано и недостаток цинка, цинкового покрытия. То, что распространено производство тонких покрытий. То есть 5,30 микрон, тысячных долей в миллиметр. Это вот распространенное производство. При таком покрытии качество цинка на металле оно очень маленькое. Соответственно, срок службы увеличивается всего лишь на 5 лет. 15 лет сама стальная основа будет ржаветь, 5 лет цинк добавит. 5 лет на фоне 15 проще железку поменять через 15 лет. То есть проще не пользоваться цинковым покрытием. А если увеличивать толщину цинкового покрытия, то здесь резко вырастает стоимость производства. Во-первых, это связано с тем, что производство немного отличается уже от типового, а это уже как спецзаказ и удорожание. А во-вторых, уже физические свойства у цинка начинают сказываться. Например, при остывании сказывается разное тепловое расширение у цинкового и у металла. То есть при остывании толстый слой цинкового на железе он начинает трескаться, облупляться и очень плохо выглядит и при транспортировке все это облетает. Очень тяжело становится. Поэтому цинковое покрытие имеет при множестве достоинств недостатки. А еще, кстати, одно достоинство большой у цинка, это то, что при нарушении покрытия, например, где-то покрытие есть, а где-то нет. То есть кусочек стали остался без покрытия. А этот металл, незащищенный покрытием, все равно будет защищен. Потому что даже в этом случае цинк будет, как бы, его зона защиты распространяется и немного дальше, чем он сам есть. То есть там 10-20 сантиметров он вполне может спасти вокруг себя металла. Вот с этим, поэтому, если при заглублении электродов где-то напоролись на остров и покрытие начало сцарапываться, то ничего страшного. Сцарапывалось и ладно. Это вот достоинство, оно заслуживает внимания. Вот медное покрытие. В паре медь и железо донором является железо, то есть медь защищается, вернее, железо защищает собой медь. То есть медь остается невредимой, а сталь не нюд. Получается вроде как бы нонсенс. То есть мы вроде хотим защитить сталь от коррозии, а получается наоборот. Но тут кроется особенность. Электрохимическая реакция в паре медь-железа или цинк-железа возможна только в присутствии влаги. Если влаги в месте контакта нет, то коррозии отсутствует. Электрохимическая коррозия отсутствует. То есть если стальной электрод, заземляющий электрод, покрыт медью полностью, то электрохимическая коррозия исчезает и остается только химическая коррозия. А медь очень плохо, очень слабо окисляется простой химической коррозии. То есть срок службы меди в земле измеряется сотнями лет как раз. Получается одно большое достоинство у медного покрытия, это то, что срок службы такого электрода будет как раз измеряться сотнями лет. То есть минимум, который был подтвержден специальными исследованиями, в агрессивных грунтах у медного покрытия 30 лет. То есть это агрессивные грунты, это болотистые, кислые, щелочные грунты. Если взять обычный грунт, глина с углинок, то 100 лет и дальше. То есть очень долгий срок службы. Но если при монтаже медь будет сцарапана с металла, то вот тогда срок службы будет измеряться двумя-тремя годами. Тогда возникает электрохимическая коррозия, она очень сильная в этой паре, и срок службы 2-3 года, все отгнивает, все сразу. Поэтому в таком покрытии очень важна толщина покрытия. Если толщина покрытия и качество покрытия выполнено качественно, то можно не переживать за сложности при монтаже. То есть монтаж можно вести, невзирая на острые камни и строительный мусор. Все как бы предусмотрено. И срок службы такого электрода будет очень большой. Поэтому, суммируя из достоинств срок службы очень большой, из недостатков, необходимо четко соблюдать, необходимо использовать и производить очень качественное покрытие. Это производство дорогое и очень редкое. То есть тонкое медное покрытие может сделать достаточно много производств, а вот толстое очень редко встречается. Вот это вот так. Ну и в итоге сводка плюсов и минусов у модульного заземления это то, что мы получили простой, эффективный, суперкомпактную конструкцию, на которую не распространяется сезонное изменение. То есть сопротивление всегда стабильно. Мы имеем большой срок службы, не нужна сварка и какие-то специальные механизмы. То есть кроме вот отбойного молотка, бытового, который очень легко найти. Из недостатков это невозможность монтажа в каменистом грунте. То есть по-прежнему болезнь уголка остается. Ну нельзя забить гвоздь в камень. И по цене. Вот с одной стороны производство дорогое, но рынок рождает такое явление, что крупносерийное производство. То есть если завод будет оперировать не там даже метрами, а километрами произведенных штырей покрытия, производство снижается, стоимость производства снижается и сравнивая вот такой вот омедненный металл произведенным крупным заводом и уголком, и уголок в совокупности с доставкой, с монтажом, со всем вместе получается почти одинаково. То есть в определенных условиях использовать омедненные электроды намного лучше, чем уголок, просто сталкивая их лбами. Не взирая на срок службы, который остается получается за кадром, то есть срок службы мы обеспечим очень большой, не взирая на моменты легкости монтажа. Для сравнения в виде примера один электрод на 30 метров 14-миллиметровый, то есть тонкие штыри используются, в суглинке обеспечивают примерно 3,5 Ом. По сравнению с обсадной трубой результат сопротивления больше, но это только за счет того, что диаметр сократился почти в 10 раз. То есть за счет сокращения диаметра увеличивается сопротивление, но скорее тут влиять будет не диаметр, а характер грунта. То есть во влажных грунтах вклад этого влажного грунта в снижение сопротивления намного больше, чем увеличение диаметра. И в стоимости эта технология в 2-3 раза дешевле. То есть 25 тысяч я указал, предценил, что 20 тысяч примерно займут материалы и 5 тысяч за монтаж. Какую-то цифру монтаж может варьироваться очень сильно, но все равно двукратная разница есть. Причем здесь и мак. вот эти омедненные штыри для производства заземляющих устройств модульной конструкции поставляются имагом с завода Галмар. То есть очень крупный завод находится в Польше, производитель работает под торговой маркой Галмар, вот под этой маркой и под собственной маркой ZNZ имаг поставляет на рынок эту продукцию. Модульное заземление новой технологией как раз является еще и товаром, который продается. Так, это так. И второй способ, вторая технология современная по строительству. Последняя. Попробую быстренько пройтись. Значит, возвращаясь к формуле расчета сопротивления заземления, если не рассматривать знаменатель, то есть не рассматривать площадь контакта, а перейти к грунту, то есть один интересный метод, как уменьшить сопротивление заземления. А встречается он частенько, это засоление грунта. То есть, когда, ну, такой плохой пример в плане своей адекватности, это когда электрику нужно сдать объект какой-то, проверяющий комиссии, то он, если сильно выходит за границы разрешенного сопротивления, он берет соль, обычно поваренную соль, разводит ее в воде, в ведре, и льет на электрод, пропитывая таким образом грунт, в котором находится электрод. Сопротивление грунта снижается очень сильно, там, до 10-20 раз может снижаться сопротивление от засолки, потому что соль, ионы участвуют в переносе заряда, то есть влажный, соленый имеет очень низкое удельное сопротивление, свое собственное сопротивление, что, соответственно, хорошо сказывается на сопротивлении заземления, то есть оно снижается. Вот, у такого способа есть два недостатка, иначе бы использовалось повсеместно. Первый недостаток это то, что соль вымывается из грунта, то есть дождь, весной протайки, вот эта влага, она вымывает эту соль из области электрода, то есть концентрация соли вместе монтажа электрода, она уменьшается. Где-то через один-три года концентрация соли возвращается к естественному масштабу, к естественному состоянию. Вот, второй недостаток это соленая вода. Соленая вода вызывает очень сильную коррозию металла, то есть черная сталь, стальной уголок, который размещен, или труба обсадная, которая размещена в таком соленом грунте, она будет уничтожена примерно за 2-3 года. То есть прям реальные примеры, когда стальная полоса шириной в 5 миллиметров и толщиной в 5 миллиметров шириной в 50 миллиметров, достаточно такая толстая, очень прочная стальная полоса, она за 3 года разъедается до хрупкого состояния, то есть ее, она прекращает свое существование, то есть остается только рассыпчатая, такая жирная ржа. Необходимо такой электрод ремонтировать, делать заново. Если эти два недостатка обойти, то тогда получится очень хороший способ, потому что он позволит добиваться низкого сопротивления очень компактными электродами, то есть электрод сам может быть компактным, один уголок например, а сопротивление будет очень низким. И вот на таком принципе основывается электроэтическое заземление, то есть берется стальная труба полая с перфорацией в подлине. Перфорация нужна для того, чтобы влага могла проникать внутрь и выходить наружу. Происходила циркуляция. В эту трубу засыпается специальная смесь солей. То есть это не простая поваренная соль, которая на столе стоит, а некая смесь, в которую входит эта соль поваренная. Эта смесь нужна для того, чтобы улучшать характеристики сопротивления, уменьшать температуру промерзания, потому что такой электрод находится рядом с поверхностью грунта и в замерзшем грунте может находиться. И для того, чтобы не растворяться полностью в весенний поводок. То есть когда грунт насыщен влагой или после дождя, чтобы эта влага не забирала всю соль сразу, не растворяла. При таком сочетании срок растворения соли в грунте достигает 15 лет. То есть первый недостаток вымывания соли из грунта преодолевается. 15 лет такой электрод будет постоянно обновлять соль, постоянно поддерживать концентрацию соли в грунте. Вот в таком грунте соответственно эффективность сопротивления грунта будет небольшое и сопротивление заземления такого электрода будет небольшое. Для того, чтобы избежать коррозии электрода, электрод просто делается из нержавеющей стали устойчивой к коррозии. То есть взяв нержавейку мы получаем электрод, который прослужит минимум 50 лет. Даже с учетом того, что он будет находиться в агрессивной соленой середе. Вот такой электрод получил название электролитический от электролит, то есть то, что выходит из электрода во время работы. Производством занимается сама компания МАК и остановились в ходе исследований на небольшом размере электродов, то есть общая его длина 3 метра, размер активной части примерно 2,5 метра. За счет того, что электрод помещается на небольшую глубину, его можно использовать там, где ничего другого и не придумать. То есть например, в вечном мерзлых грунтах, где уже на глубине в 1-2 метра от уровня земли находится вечномерзлый слой, очень толстый, уходящий вниз. То есть вечномерзлый слой грунта, он неразрушим, его очень трудно взломать как-то, бурить его даже тяжело. Вот электрод, чтобы разместить электрод, не нужно ничего делать, нужно просто сделать каналу в отталом слое грунта. То есть летом, когда оттаивает примерно 1 метр, вот в этом вот слое размещается такой электрод. То есть небольшая глубина играет, нужна именно для этого. Вот также если вместо вечномерзлого грунта взять скальник, то есть сплошной скальный грунт, то становится интересно применять такие электроды и в скальном грунте. Активно они применяются на Алтае, на Кавказе, потому что даже если скалы голые, где-то находится место с осадочными породами, либо этот грунт можно привезти и так много. В общем, очень интересно применять из-за небольшой глубины. может выпускаться и вертикальные исполнения, но практика показала, что горизонтальным исполнением лучше обходиться. И у такого способа есть недостаток, или скорее особенность, чем недостаток. Это то, что за счет засолки грунта соленый грунт, соленая вода, она замерзает не при нуле градусах, а при минус пяти, при минус десяти, в зависимости от концентрации и от состава соли в этой воде. Соответственно, в месте этого электрода, в месте монтажа электрода, возникает зона талика. То есть, во-первых, сам грунт по себе не замерзает при нуле. Получается, что при нуле градусов весь окружающий грунт замерзает, вообще, вот в зоне на площадке здания замерзшая вода немного расширяется. То есть, грунт замерзает и чуть-чуть расширяется. А в зоне, где размещен электрод, грунт не замерзает и такого расширения не происходит. Возможно, проблема с фундаментом. То есть, нужно не допускать, чтобы приэлектродная зона находилась, в этой зоне находился фундамент. То есть, нужно отдалять от фундамента. Второй момент. Если электрод размещен над вечномерзлотом слоем, то соль начинает разъедать вечную мерзлоту, весь этот лед, и постепенно забирать у него грунт. То есть, через 2-3 года эксплуатации возможно увеличение талого слоя грунта около электрода до 1 метра. То есть, вечный мерзлогрунт выедается на глубину в 1 метр от собой. Это тоже вызывает некую осадку грунта в этом месте. Об этом нужно просто помнить при проектировании, при подготовке монтажа электродов. Так, ну, собственно, достоинства получаются следующие. Монтаж очень простой, то есть, нужно выкопать всего лишь каналу, допустим, полметровой глубины, а длиной 2,5 метра. Все, в эту каналу опускается электрод, и все закапывается. Проще монтажа придумать невозможно. Этот электрод очень эффективный, то есть, он в среднем в 12 раз эффективнее, чем обычная труба такого же размера. То есть, если сравнить электролитический электрод и обычный электрод без солевого наполнения одинаковых размеров, то сопротивление заземления у электролитического заземления будет в 12 раз меньше. Соответственно, если где-то требовалось 10 уголков, то при такой технологии потребуется всего один электрод. за счет компактности и за счет небольшого погружения возможен монтаж в вечном норозах и каменистых грунтах. Это, в общем, аналогов такого в принципе нет. И за счет использования нержавеющей стали в электроде срок службы достигает 50 лет. Это в агрессивном грунтах. Вспомнив наш север, где нет никого и 500 километров до ближайшего поселка, то смонтировав такой электрод, можно просто забыть о нем. Оборудование, которое будет эксплуатироваться, наверное, через 5 лет просто не нужно будет защищать. Нужно просто новое ставить. Не нужна сварка. Сварных соединений в этой технологии нет. Из недостатков стоит отметить особенность талик, то есть оседание грунта нужно удалять от фундаментов и дорог. И стоимость. Высокая стоимость у такого электрода 40-60 тысяч рублей за один. Поэтому здесь вопрос адекватности применения. Вечно мерзлом грунте стоит применять, а где-нибудь на подмосковной даче нет. Там проще забить обычное модульное заземление, например, которое имеет не меньше срок службы, при этом дешевле и проще монтируется. По циферкам один электрод длиной 2,5 метра даже нет, а еще меньше, обеспечивает в суглинке 4 Ома. То есть очень хороший результат, но стоит это 60 тысяч рублей, ну 40-60. Сравнивая с уголком, мы имеем похожее сопротивление в 10 раз меньшим количеством электродов, но правда в 10 раз большим количеством денег. Завершение вебинара хочу отметить специализированный ресурс ZNZ.ru это тематический сайт, посвященный вопросам заземления, где публикуются различные материалы, они могут быть интересны и для новичков, и для специалистов. Там находится вся информация по технологиям, в том числе о тех, которых я рассказал. Вопросы? На растения и деревья соль почти не влияет, на растения точно нет, на деревья возможно повреждение корневой системы, то есть это солончак, по сути дела грунт становится, но с учетом применения на севере, где деревьев и так нет, в общем-то трудностей не возникало, а с точки зрения безопасности для людей, для животных, там обычная соль, ничего такого особо опасного там нет. Есть гигиенический сертификат, который подтверждает, что все нормально. Соль, скажем так, смесь обычных солей в определенные пропорции и с небольшим синтетическим наполнителем, который препятствует растворению соли всей сразу. То есть если взять эту смесь, она в виде гранул и бросить ее в емкость с водой, то она не растворится за день, не растворится за неделю. Она будет постепенно растворяться и уменьшать свои размеры. Но это нужно для того, чтобы весной вся соль сразу не уходила. То есть одной заправки электрода хватает на 15 лет. То есть соль всегда должна пополняться. Это основная проблема, почему технология дорогая, то есть сами смеси дорогие. молния защиты планируется. Примерно через месяц будет опубликована информация на сайте и включает цены. Пожалуйста, Виктория, спасибо вам за внимание. Пожалуйста. Если вопросов нет, прошу заполнить анкетку. Ирина дала ссылочку. В этой анкетке можно отразить пожелания либо высказать негодование за мой какой-нибудь гнусавый голос. Вопросов негода. Вот тогда все. Спасибо за внимание. Я завершаю.